Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналя, и сегодня у нас очередное видео по обновлению в Star Stable Online. Посмотрим, что добавили, что изменили, что ждет в будущем, но и также поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что седлайте своих коней или берите чашечку чая. А так, поехали! Немножко запуталась в своей же фразе, но это все от эмоций, господа. У нас сегодня, ну, очень много обновлений, которые пока что, к сожалению, в самой игре мы не можем посмотреть в новостях, но я расскажу вам все, что знаю. Значит, начнем с самого малого. Нам обновили звуки пешей ходьбы на персонажа, именно поэтому я остановилась здесь на перекрестке трех дорог, чтобы походить и послушать же, как это все теперь звучит. Давайте попробуем. Надо для начала слезть с лошади. И да, не удивляйтесь, просто мне захотелось поносить стиль седьмого дня рождения ССО. Ну, давайте походим. Ну что ж, звуки лично меня очень даже устраивают. Они мягкие, достаточно реалистичные, но звуки беготни по вот такой вот каменной дороге я бы, наверное, все-таки сделала более громкими и звонкими. Давайте еще вот поедем там, у нас есть мягкая земля, почва, и немножечко побегаем там, потому что очень интересно все-таки, как это все звучит. Понятное дело, что сейчас я не смогу все послушать, все, что здесь есть, но все равно хочется. Давайте посмотрим. Вообще еле слышно, но тоже есть. А еще что-то я забыла, давно ли тут убрали все препятствия. Казалось бы, бегаю каждый день и даже не замечаю, есть тут препятствия или нет. Ну и ладно. Значит, следующая часть нашего обновления. Это давайте назовем новостью о, опять же, удалении лошадей. В этот раз нас покинут Морганы поколения 1.5. Вот только, если честно, я теперь засомневалась, где они и какого поколения. А, да, вон они стоят. Теперь я так понимаю, что всех лошадей, которых будут убирать с ярмарки, будут ставить сюда. Морганы стоят 260 СК, и у нас их всего лишь 4 масти. Оу. И боюсь, что у меня плохие новости для этой породы. Я всегда обожала вот эту масть. Вот эта у меня даже есть на основе. Но вот эти две... Ребята, что делать? Они мне не нравятся вообще за счет своего разнотона гривы. И если в этом случае ситуации могут спасти шишечки, то в этом случае никакая помощь не поможет. Что же делать? Если есть такая же лошадка, точно такой же масти, то я ее, наверное, куплю. По-моему, есть англичанин такой же масти, но надо поискать. А так, при всем моем желании сохранить все породы лошадей, которые убирают в ССО на определенном аккаунте, вот эти две меня разочаровали. И мне грустно это говорить. Но я, возможно, их не буду покупать из-за гривы. А вот эти, вот эту я, кстати, на основу, наверное, куплю попозже, может быть. А вот у меня и так есть, так что я спокойна. Ну а здесь, недалеко от фермы Стива, у нас расположилась новая сюжеточка. Продолжение основного сюжета, даже не дополнительного. Так что все, у кого пройдена далеко вперед сюжетка, радуемся и идем выполнять. Ой, здесь уже, кстати, стоят мой соклубовец один. Так что сейчас я не буду проходить эту заданьку, просто говорю, где оно находится. Желаю удачи в прохождении, а мое прохождение этого задания ждите в отдельном видосике. Но это еще не все. Завершающей новостью этого обновления будет то, что на следующем изделии случится чудо. И к нам приедут магические лошади осени. Так их назвали разработчики, но в принципе я с ними согласна. К нам приедут наверняка два магических коня в стиле осени, золотых холмов. Они очень классные, я надеюсь. Один, по крайней мере, меня действительно заинтересовал. И как мы проанализировали со всем ССОшным сообществом русскоговорящим в комментариях, там на сайте и в принципе ВКонтакте, в группе, которая все новости транслирует и переводит. Это похоже на магических хаффлингеров. Так что терпение. Уже на следующей неделе вы узнаете, будете ли вы тратить на них СК. Или же купите какую-то другую лошадь. А на этом все. Я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. И до встречи в следующем видео. И ждите моего прохождения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова